хочу показать вам небольшой обзор сделать сауны в обычной квартире российской многоэтажки один хозяин такой сауны разрешил мне сделать обзор и я хочу поделиться с тем что увидел с зрителями своего канала рассказать вам как вот человек сделал сауну значит это обычная квартира санузел квартире ну видимо был совмещенный санузел и хозяин оставил здесь туалет раковину душ душу так сделан на такой вот трубе и трав полу есть стены душевой покрыты отделанные плиткой потолок пластиковыми панелями здесь даже есть подобие антресоли там хозяин держит веники и вот сама сауна сейчас расскажу о ней подробно что она себе представляет самого начала на вот вешалочки еще для шапок и полотенце электричество подведено по кабель-каналу значит дверь сделана сосновая хозяин советовался с специалистами какими-то которые сказали ему что лучше делать сосновую но это его выбор никакой критики дверь сосновая ручка я бы конечно сделал бы ручки без металла ну ручка деревянная тоже хорошо рука не будет обжигаться потому что сауна нагревается до 100 градусов как сказал хозяин здесь перегородка я не спросил из чего перегородка но и не суть важно утеплена сауна минеральной ватой или каменной ватой но в общем какой-то ватой пятидесятки не больше ну точно десятки значит по двери заметьте что это извечные косяки сосновых дверей но говорят кому-то это нравится течет смола смола на сосновой двери к сожалению это недостаток об этом я недавно рассказывал на канале когда говорил про использование сосновой древесины в бане сосна плачет вот здесь пожалуйста еще галдели тоже плачут потолок тоже немножко плачет в общем есть такая проблема но хозяин не переживает по поводу этого ему нравится поэтому раз нравится значит все хорошо дальше вагонка тоже сосновая но она плачет не так много но видимо нет вот этих смолиных карманов где есть светильник вентиляция обязательно она у него включается также и принудительно включается вентиляция и все как полагается у финской суховоздушной сауны беспорожная дверь вот она и под ней широких широкий проем собственно под перегородкой тоже проем и здесь же сделан общий трап то есть получается из душа вода течет в этот трап и если в бане что-то попало на пол то тоже есть уклон и течет вода дальше так как она маленькая да надо прямо сказать маленькая ну а что вы хотели от обычной квартиры среднестатистического россиянина все сделано удобно и компактно то есть вот ковшичек для подбрасывания воды маленькая булочка для ароматических жидкостей здесь печь печь российского производителя я такого названия честно говоря пока не встречал но называется на я потом вставлю сюда в ролик я сфотографировал камера не может пока сфокусироваться в общем печь вот такого производителя и там трубчатые нагреватели но как сказали продавцы печи можно лить воду и не бояться что вода попадет на нагреватели мылили и все нормально ничего и хозяин постоянно льет ничего не происходит камни использованы малиновый кварцит насколько я вижу вот тут еще интересно сделана штука чтобы вот на эту досочку хозяин поливает я я первый раз такую увидел хотя давно занимаюсь темой бань если вы такое уже видели для вас это не новинка то напишите в комментариях дощечка брусочек прикручен он на него он поливает вот эти вот ароматические масла всячески не в воду вот здесь вот есть у него приступочка сделано сюда он ставит в воду для подбрасывания но не разбавляет масла в воде чтобы кидать на камни а поливает эти масла здесь на камни кидает кипяток и запах вот этих масел витает в парилке что очень получается приятно вот что еще хотел показать ну градусник естественно что еще хотел показать заметьте может быть кому-то пригодится очень интересная конструкция полка то есть вот он сделан первая ступенька вторая ступенька полок сделан из осины но сам каркас тоже сосновой сделан из осины покрыт безымянным каким-то составом то есть хозяин как выразился приехал в магазин сказал дайте мне сос для полков ему дали для полков и его сильно не усложнял себе жизнь чтобы запоминать как она называлась и пропитал значит полок сделан таким образом что он может быть либо на одного лежачего либо на двух сидячих то есть вот здесь снимается вот такая вот часть конструктивная и получается один человек может сидеть здесь поставив ноги вот на эту приступочку другой человек сидит здесь ставить ноги на на эту приступочку и и тот кто сидит в этой части может как раз доставать ковшик и подбрасывать воду на камни вот такая получается сауна вполне себе рабочий вариант как хозяин говорит что он постоянно пользуется может в любое время суток с утра хочется иногда ему вечером хочется попариться за час нагревается такая печка а что еще не сказал я спросил специального хозяина какая кубатура приблизительно 5 кубов получается объем вот этой вот парилки сауны и за час нагревается до 100 градусов и хозяин париться вот так вот это работает такой видник использует бамбуковый никогда не мог понять пока не попробовал что что же он дает такой видник часто видел но не понимал вам нравится такой видник бамбуковый кто пользовался расскажите в комментариях интересно будет узнать но массажный то есть он дает такой массажный эффект в общем вот такая вот парилочка такая вот сауна не претендуем на то чтобы там занимать какие-то места просто человек сделал для себя и разрешил поделиться с вами поэтому для подписчиков моего канала парилочка для сайта парилочка . ком я этот обзор снял надеюсь он будет интересен полезен тем кто сделает что-то подобное или хочет сделать что-то подобное своей квартире или просто интересен тем кому интересна тема бани в общем вот такая вот сауна на этом все всем желаю успехов и легкого пара